Всем привет! Ну что ж, друзья, иногда мечты сбываются, и, похоже, это именно тот случай. День, который я ждал без малого два с лишним года, день, который мне без преуменьшения несколько раз снился, он, думаю, настал. Сбылась, так сказать, мечта идиота, и, похоже, самое время этот результат, так сказать, зафиксировать. Кадр 103SC, давно знакомый вам по стримам. С тех пор он внешне не особо сильно изменился, но на самом деле очень сильно изменилась его работоспособность. Ну и давайте я, собственно, недолго тамя это продемонстрирую. Включаем аппарат, загораются циферки, загорается индикация. Циферки бегут, но на самом деле это только на видео, так просто, по факту, просто низкая частота обновления. Ну и давайте попробуем нажать кнопочку подготовка. и кнопочку воспроизведения. Я думаю, так будет получше. Ну что ж, друзья. Да, конечно, это не идеально, да, конечно, картинку периодически епистосят, но черт возьми. Этот магнитофон работает. Определённые проблемы есть с числом оборотов барабана, определённые проблемы есть с тем, как притормаживает или, наоборот, плохо тормозит двигатель танвала, но, тем не менее, аппарат работает, вернее, пытается. Работают перемотки в одну сторону замедленные, плохо, но работают перемотки в другую сторону замедленные, работает, соответственно, также и скоростная перемотка. Вперёд и назад. Ну что ж, доволь полюбовавшись, предлагаю, собственно, аппарат остановить. И рассказать поподробнее, как же он вдруг стал работоспособным, хотя ещё недавно представлял лишь элемент декора в моей комнате. Возможно, стала работа благодаря вот этим трём платам. Как вы, возможно, помните, ко мне приезжал кадр 103-й из Нижнего Новгорода, в котором было практически все платы, кроме пяти, кажется, или четырёх. Не суть важна. Суть важна тоже, что у меня была вот эта вот плата, будучи распотрошённой и погоревшей от драгметалистов, я её в своё время восстановил. Ну и, собственно, благодаря чему тактовые частоты начали проходить через весь магнитофон, и появился счётчик. Дальше на эпическом девятичасовом стриме, он, собственно, последнее видео на этом канале, была собрана вот эта вот плата, плата S1, тоже плата селекторов синхронизации. Её собирали мы действительно долго, плата набита огромное количество рассыпухи, собственно, она полностью хендмейт, так сказать, потому что текстолит, собственно, был заказан, до этого ребятами растрассирован. На стриме непосредственно мы это всё собирали, ну и ещё отдельный отец делал вот такую классную плашку к нему, а плашка сделана полностью с нуля, включая все вот такие вот декоративные элементы. Так что вот такая вот плата дала возможность ещё на стриме запустить барабан и выйти в режим подготовки, хотя и не полностью, а уже за кадром в последний день была собрана вот эта вот плата. Плата U10, плата натяжения, передок у неё, собственно, от норильской утопленной платы, но, тем не менее, саму плату мы собирали тоже с нуля. Конечно, здесь не обошлось без колхоза, но как же без него. Ошибок, кстати, на удивление было не так уж и много. Мне из-за того, что я припоминаю, нужно было лишь порезать земли, немножко криво разведённые, и ещё в одном месте отрезать дорожку. На ещё одной платье, которую, в общем, тоже пришлось собирать, несмотря на то, что у меня она уже была. Речь идёт вот о платье U7. Дело в том, что мы до сих пор не до конца понимаем, как вообще этот магнитофон, в принципе, заработал. Попробую объяснить, скажем так, о чём я говорю. Дело в том, что в аппарате стоят платы порядка от 11 или 12 других магнитофонов, что, сами понимаете, немножко жутковато в разрезе того, что магнитофоны достаточно сильно менялись от ревизии к ревизии, и, в общем, имея документацию от 80-го аппарата, 203-го и 607-го, я прекрасно вижу как раз-таки всю эволюцию, и то, насколько сильно менялась даже разводка корзины, в которой шла коммутация между этими платы. Косвенно это уже, в общем-то, мы видели потому, как странно работала замедленная перемотка, очень криво показывалась индикация влево-вправо, ну и, собственно, не работала перемотка назад. Ну и, как я и ожидал, проблема была в том, что, собственно, вот конкретно эта плата оказалась очень старой. При этом плата тоже хэдмейдовая, на ней видны вручную нанесённые надписи, огромное количество проводов. При этом, что интересно, сделана она в сапре. С обратной стороны это хорошо видно, как, например, видны ещё и большое число прессеранцев и заменённых микросхем в процессе. На всех из них стоят дата-коды 1986, 1987, 1988 года, что, ну, собственно, меня подводит к мысли, что это из аппарата, из первого, там, допустим, десятка. Отчасти ещё это видно, потому что здесь есть вот такой вот тумблер, который, к сожалению, не может навестись камера. Ну, в общем, тумблер позже был убран, и в поздних аппаратах его не было. Из интересного также видно, что U7 здесь подписано от руки. И видно мне уже намётанным глазом, что ключик для открытия тоже сделан вручную был. То есть, плата действительно из какой-то то ли установочной партии, то ли из очень раннего аппарата. В общем, судя по всему, просто и банально отличается разводка. Поэтому, недолго думая, была собрана ещё одна плата. Плата, собственно, называется точно так же U7. Плата собрана, собственно, по чертежам уже от 200-й ревизии, и, соответственно, она у нас заработала. Но заработала, конечно, с определённым приколом. Если внимательно присмотреться, здесь не хватает одной микросхемы, а с обратной стороны у нас стоит перемычка. Прикол в том, что, да, аппарат, конечно, и смех, и грех, ну, скорее, смех сквозь слёзы. Дело в том, что по технической документации у данного магнитофона существует автостоп, как он, собственно, реализован и в BVH-ах и VPR-ах. То есть, ближе к началу ленты или ближе к концу ленты на перемотке, перемотка блокируется, и, собственно, магнитофон останавливается перед тем, как ленту окончательно смотает с подающей катушки. Дело в том, что здесь, насколько мне стало известно и на ранних аппаратах, которые стояли в Останкино, в техническом цехе перезаписи, так и в аппаратах, которые вовсю эксплуатировались в том же Магнитогорске, Челябинске и других местах, этот автостоп не работал. Выходили из этого положения кто как, в Останкино не выходили никак, в Магнитогорске, например, колхозили следующую вещь, просто банально стирали бэккотинг и магнитный слой с магнитной ленты, там, где, собственно, ожидалось, что лента будет уже на грани сматывания, и таким образом, обманывая датчик наличия ленты, собственно, этот автостоп и работал. То есть, автостоп, который подразумевался как правильная версия именно определения по натяжению ленты, он не работал совсем. И, соответственно, кто-то это либо костылил, либо мирился с тем, что он не работает в принципе. Самое смешное, что на нашей плате, на которой в том числе этот дискриминатор скорости, который определяет смотку ленты, этот автостоп внезапно заработал. Но как он заработал? Проблема в том, что у него просто не шла перемотка вперед. Как только я выкручивал ручку направо, через какое-то время, собственно, перемотка останавливалась. Поковырявшись, собственно, в документации, выяснилось, что, собственно, это тот самый ненаглядный автостоп, который не работал нигде, но заработал у нас на перемотку вперед. Короче говоря, веселый аппарат. В общем, заменив плату У7 на новую, а также выпилив этот чертов дискриминатор скорости, магнитофон, наконец-таки, начал мотать вперед и назад. Так что наработки ребят, которые были сделаны до того, как приехал новгородский магнитофон, оказались, в общем-то, удел, потому что исходно мы проектировали эти платы, когда плат не было вовсе. А сейчас они, в общем-то, появились, и, казалось бы, У7 уже есть, и ее ставить нет смысла. Но, как видите, смысл-таки, в общем, и есть. Кстати, о ребятах повторялся всегда и повторюсь вновь. Огромную благодарность стоит говорить следующим людям. Это, естественно, Белидос Артему, Кириллу Хорайзену, это Тимур Детат, который развел непосредственно плату С1, это и, соответственно, Алекс Волос, который помогал дебажить все это дело и проверял точность разводки. Это, собственно, и Михаил Гвоздев, который делал оцифровку технического описания, благодаря которому я достаточно сильно продвинулся, пока этот аппарат доводился, скажем так, до ума. Так вот, возвращаясь к платам, спасибо огромное этим ребятам. Я, естественно, сделаю еще отдельное видео, собственно, по историю этого аппарата, и еще раз повторюсь, огромное им спасибо за то, что потратили уйму своего времени на то, что, собственно, все это дело расчертить в диптрейсе, и, соответственно, потом превратить это, вот, собственно, в текстолитовые платы. Отдельно спасибо еще и Кириллу за то, что сделал и заказал, и даже собрал одну плату-удлинитель, которая нам очень сильно помогла в процессе дебага. Я ее уже немножечко подписал, чтобы было проще сделать. Собственно, вот этой вещи тоже, отчаянно, не хватало в процессе поиска проблем. В общем, ребятам огромнейшее спасибо. Ну, можно сказать, реально приблизили мою мечту к исполнению, и, в общем-то, благодаря ним, собственно, вы всю эту красоту видите. Страшно представить, сколько здесь, собственно, потраченных человеко-часов, как моих, собственно, восстановления утопленников и поджаренных плат, так и, собственно, человеко-часов ребят, которые все это отчаянно переводили в цифровой вид и, в общем, дальше трассировали, разводили, сопоставляли и так далее. Тимур, отдельное спасибо за то, что приезжал в Челябинский музей телевидения и, собственно, перефоткал все эти платы с условно-рабочего аппарата. Итак, работает ли кадр? Да, определенно. Осталось ли что-либо в нем починить? Тоже верно. Достаточно много мелких, но необходимых вещей. Во-первых, все еще не лишена проблема с вихлянием оборотов на скоростном двигателе. Это БВГ. Ну и, естественно, есть проблема с другим двигателем, ведущим двигателем, двигателем Танвала. Судя по всему, он тоже ведет себя странно, потому что эти выбежки, переключение головок, условно говоря, в центр поля, потом попытки ее обратно выпихнуть в невидимую область, это явно не то, как Танвал должен вести себя. Естественно, все это опуская то, что кадр 103-й-то еще хоть как-то пытается жить, а при этом у нас нету до сих пор ЦКВИ, цифрового корректора временных искажений, или, проще говоря, таймбейс-корректора. Он по-прежнему сейчас в состоянии полного дестроя. Платы в нем по-прежнему только лишь из Норильска, поплававшие и побывавшие в руках адрагметалистов. Ну, соответственно, работа по его восстановлению еще в вагон и маленькая тележка. Есть также несколько проблем по мелочи. Это, собственно, то, что надо будет довосстановить автотрекинг, посмотреть, работают ли звуковые каналы, проверить, естественно, на запись, все ли работает, подключить блок контроля, починить контрольный монитор, который, судя по всему, немножко умер, работает только лишь неонка, посмотреть, работает ли осциллограф, потому что с ним тоже, судя по всему, были проблемы. Но это все проблемы не такие уж и крупные, они, в общем-то, решаются. По большому счету сейчас, чтобы ему банально выдавать более-менее чистую картинку, нужно лишь довести до ума сервосистему SAR. Вот. Доволен ли я? Определенно. Это натурально сбывшаяся мечта. И мечта, которой я двигался еще с конца 2020 года, когда у меня появились два голых LPM. Даже не верилось, что когда-то настанет день, когда, собственно, этот аппарат будет работать, радовать меня, радовать вас. Ну и, надеюсь, порадует еще больше людей, которые увидят его в предстоящем видео, которое, все-таки, я надеюсь, демонтирую на основной канал. Ну а на этом все. Всем спасибо. Увидимся на ближайших стримах. Я погнал чинить кадр дальше. Всем удачи и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok